В кубинской столице Гавана местные артисты готовятся к гастрольному туру в Нью-Йорк. Там с марта по июнь будет проходить крупнейший за последние десятилетия фестиваль кубинской культуры. Выступления музыкантов и танцоров труппы Los Mounikitos de Matanzas запланированы на период с 5 по 7 мая. Коллектив называют легендой афрокубинских традиций. Последний раз он выступал в Нью-Йорке в 2002 году. Кубинцы – нечастые гости в США, поскольку им не так просто получить визы. «Это честь, великолепная возможность вновь побывать в Нью-Йорке, встретиться с аудиторией, которая нас так любит. Мы снова едем туда с нашим скромным шоу, со всем уважением и любовью, который всегда испытываем к публике». Другая знаменитость, имя которой украсит нью-йоркские афиши – Алисия Алонсо, создательница и директор национального балета Кубы. Для 90-летней кубинской балерины это будет своего рода возвращением домой, поскольку в 40-х-50-х годах прошлого века она была ведущей танцовщицей американского театра балета. По её словам, шоу в Нью-Йорке будет ретроспективой последних 20 лет и её долгой карьеры. «Это путешествие во времени, то, что я сделала в течение последних 20 лет. Это встреча с друзьями и аудиторией, с которой я выросла в мире танца, балета». Алисия Алонсо многие годы воспитывала балерин, которые сейчас выступают по всему миру. Она говорит, что важно делиться своим искусством. «Для меня самое прекрасное и мудрое, что есть у человека – это быть вместе и общаться, делиться самым красивым, что есть, своим искусством». На фестивале кубинской культуры в Нью-Йорке будет также представлена кубинская литература, изобразительное искусство и кино.